Прозвучавшие из Вашингтона по горячим следам слова представителя Белого дома, Кирби, вызывали недоумение не только за рубежом, но и внутри Соединенных Штатов Америки. Первым делом он заявил, что необходимо получить больше информации о произошедшем, чтобы сложить дословно пазл воедино. Казалось бы, вот оно, разумное, нужно дождаться результатов хотя бы каких-то первичных экспертиз, результатов допросов, результатов работы следственных органов. Но нет, спустя буквально пару часов пазл, видимо, в Белом доме сложился окончательно. И Белым же домом вместе с Госдепартаментом было заявлено, прямая цитата, что Украина к этому отношения не имеет. Конец цитаты. На основе каких данных, на основе какой информации они сделали такой вывод, совершенно непонятно. Понятно только одно. Они начали отмазывать киевский режим, чтобы самим отмазаться. Потому что все прекрасно понимают, что никакого самостоятельного киевского режима без западной финансовой поддержки, военной помощи этому режиму просто нет. Вопрос о том, знали ли штаты о нападении заранее. Кирби, представляя Белый дом, сказал, что нужно спрашивать Госдеп. То есть вы представляете, вы только вдумайтесь. Это же очень важно. Когда нужно было ответить на вопрос о том, кто стоит за терактом в России, Госдепу, Белому дому потребовалось всего лишь каких-то там, я не знаю, пару часов. И они тут же сказали, кто же в этом виноват. Когда Белый дом спросили, а передавал ли этот самый Белый дом администрация Байдена, Американское разведсообщество, соответствующие материалы официально в Москве, они не смогли ответить на этот вопрос. Они сказали, что журналистам нужно обращаться в другие ведомства. Как же это так получается? Это же зона вашей ответственности. Это ваша компетенция. Это то, что связано с вашими действиями. Почему же за свои действия вы не готовы отвечать? Зато выписать рецепт о том, в чем вы абсолютно не разбираетесь, учитывая, что у вас нету фактов на руках. По крайней мере, вы же не сказали, что они у вас есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!